Итак, дорогие друзья, всем привет, всем добрый день, добрый день, шалом, кто меня видит, кто меня слышит, всем привет. Итак, мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору, и сегодня у нас продолжается пятая мишна, пятая глава, перте вот. Всем привет, шалом, бонжур, и мы продолжаем изучать. Значит, так, сейчас, секундочку, все, мишна у нас сегодня 13-я, 13-я мишна, которую мы будем изучать, 13-я мишна, шалом, я еще в Одессе, вот сегодня уже уезжаю из Одессы, и, значит, мы прямо из Одессы, прямо из Одессы после праздников мы продолжаем изучать Тору. Каждое утро, 10 утра, нужно поучить Тору для того, чтобы впустить в свой мозг божественный свет. Тора — это свет, божественный свет, который, если его впустить в мозг, он очищает, он просветляет, он дает связь с Богом. То есть, если нету Торы, нету связи с Богом. Все, значит, нужно изучать, что Бог нам сказал, как с Ним общаться, как правильно жить, как что делать, и для этого мы в 10 утра все вместе встречаемся и изучаем. И сегодня у нас мишна, которая нам расскажет о том, как, первое, спастись от смерти, от смерти, второе, как сделать, чтобы была удача во всем. То есть, это одна из самых мощных таких, можно сказать, инструментов, которые нам Бог дал для того, чтобы можно было к Нему приблизиться и решать свои жизненные вопросы. Потому что все мы в этом мире, все мы решаем свои жизненные вопросы, и каждый хочет жить лучше, получать больше, больше радости, больше денег, больше удовольствия. То есть, каждый человек хочет в этом мире получать больше, и вот сегодня у нас будет секрет, как получать больше. Я думаю, что это очень интересное, полезное знание, потому что человек создан вот с детства, да, маленький ребенок, он уже все тянется, у него любимое слово у ребенка «дай», «дай», «хочу» и так далее. И вот этот маленький ребенок, он в каждом из нас живет и продолжает сигналить «дай, хочу», «дай, хочу», «дай, хочу». И вот сегодня мы узнаем, как получить больше того, что хочется. Я думаю, что это всем интересно. Все уже приготовили блокноты, ручки и записывают. Очень советую записывать и после урока обязательно делиться своими записями друг с другом. Это очень интересно, прям в комментариях делиться. И можно пригласить еще кого-то на прямой эфир. Хорошо, и так, значит, 13-я Мишна Кпертьевод. 13-я Мишна Кпертьевод в пятой главе она говорит следующее. Есть четыре качества, четыре качества, удающих «дздаку». О, вот тут надо сразу разобраться, терминология. Что такое «дздака»? «Дздака» – это деньги, которые ты даешь для помощи людям. Это называется «дздака». Само слово «дздака», «цедак» – это справедливость. И почему-то очень странная вещь. Когда ты даешь кому-то деньги, когда ты ему помогаешь, это названо словом «справедливость». То есть один перевод, который показывает суть процесса – это милосердие. «Дздака» – это ты милосердие делаешь, кому-то помогаешь. Но само слово, оно значит «справедливость». Очень странно. Теперь, значит, давайте разберемся, что такое «дздака». Есть заповедь, есть заповедь давать «дздаку». То есть ты должен помогать другим людям, нуждающимся. Должен помогать другим людям, нуждающимся. И ты даешь им какие-то деньги, и Бог называет это «дздака». Странно. Справедливость. То есть милосердие – справедливость. Где же здесь справедливость? У меня есть, и я должен кому-то помогать. Где справедливость? В этом и есть справедливость. Потому что то, что у тебя есть, это тебе дал Бог. А если тебе дал Бог, так тебе же Бог это дал, правильно? То, что каждый из нас получает, это все идет от Бога. Сегодня получает, завтра может не получать. То есть все мироздание, все, что человек имеет, каждый вдох, каждый выдох, каждое движение, это все то, что мы не создавали. Бог создал это тело, Бог создал эти возможности, Бог создал возможность говорить, мыслить и так далее. Итак, доброе утро, что-то сорвалось, когда я проводил с компьютера, сейчас я с телефона зашел и мы продолжаем изучать пятая глава, пятая глава Перте, вот, пятая глава Перте, вот, все, мы продолжаем изучать пятая глава Перте, вот, и, значит, глава пятая, так, я ее открываю. И мы остановились на теме, значит, на теме ДзДАКа. Значит, есть четыре качества удающих ДзДАКу. Четыре качества удающих ДзДАКу. Да? Значит, еще раз я объяснил, что такое ДзДАКа. ДзДАКа это пожертвование бедным, то есть это милость нуждающимся, не обязательно бедным. ДзДАКа это пожертвование нуждающимся. И само слово ДзДАКа переводится как справедливость. То есть, почему я пытался, я объяснял, почему это называется справедливость. То есть, с одной стороны, ты отдаешь нуждающимся людям то, что твое. Где здесь справедливость? А справедливость здесь в том, что Бог тебе дает твое, а ты, но когда Он тебе дает твое, Он в нем учитывает часть тех людей, которые нуждаются. Это очень, представляете, как красиво задумано. Он, с одной стороны, тебе дает деньги. Вот Ханна Шамис, например, она, слава Богу, у нее такие прекрасные платья и все. То есть, Бог ей столько дал хорошего, столько ей дал такого прямо таланта и так далее. Теперь, но Он дал ей еще одну возможность, ей и Майи Урман, и каждому из нас. Он дал возможность еще и выполнить заповедь, которая спасает от смерти, которая защищает, которая невероятно дает огромные-огромные возможности. Вот, может, комиссарук тоже это касается. То есть, Бог дал возможность, давая небольшую денежку нуждающимся, еще и выполнить заповедь Бога, которая дает, во-первых, дает вечность, которая дает, ну, очень много. Понятная идея? То есть, и в этом, в этом, как бы, милость Бога, и в этом справедливость. Он тебе дает, и тебе дает же в твоих деньгах возможность еще и выполнить заповедь Бога. Это, поэтому называется это справедливость. То есть, ты восстанавливаешь справедливость. А почему ему плохо, вы спросите, да? Почему есть люди, которые бедные, которым плохо, у которых не хватает и так далее. Этот вопрос, он очень сложный. Он очень сложный, потому что каждый человек, он получает в этом мире что-то, что для него Бог посчитал является таким, как бы, учебным центром для исправления и для улучшения этого человека. И каждый человек, находясь в своих возможностях, у него есть все время свобода выбора, что сделать, как поступить, во что верить, какое принять решение и так далее. Если Бог кому-то создал тяжелые условия, тяжелые условия в жизни, то он ему же дал возможности в этих тяжелых условиях каким-то образом себя проявить и приблизиться к Богу, и получить радость и так далее. То есть, мы не можем знать точно, что творится в душе и в жизни у другого человека. Никак мы не можем знать. Мы только можем знать, что творится в душе и в жизни каждого из нас. И каждый на своем месте должен выстроить свою жизнь правильно. Если ты выстраиваешь свою жизнь правильно по Торе, то тебе в любой ситуации, тебе будет хорошо. В любой ситуации. Я буквально пару дней назад слышал, что в концлагере были хасиды, которые танцевали, плясали, радовались, когда шли в газовую камеру. Как, вы спросите, это что? Да, они понимали, жизнь заканчивается. Она по-любому заканчивается. Теперь она могла бы быть более долгой. Но они в своей вере в Бога, они в этом мире уже не были. Они шли в переход в следующий мир с радостью. А есть люди, которые у них все есть, все хорошо, они рыдают, страдают, заканчивают жизнь самоубийством. В этом мире имеют все. Понимаете? То есть уровень страдания от жизни, он не зависит от внешних условий. Уровень страдания от жизни зависит от того, как человек выстраивает свой внутренний мир. Возвращаемся к Мишне. Значит, ЦДК. ЦДК. Есть четыре типа людей, как они относятся к этим пожертвованиям, к милосердию. Значит, есть те, кто хочет давать сам, но не хочет, чтобы давали другие. Что это значит? Он такой человек... Сейчас, секундочку. Мне нужно на иврите найти, потому что здесь как-то очень странный, очень странный перевод неправильный. А на иврите... Сейчас я найду на иврите эту Мишну. А может, давайте так. Значит, еш арбамидотбе нотнецдака. Кто мне может текст написать? Потому что у меня на компьютере нету текста на иврите, а на телефоне я не могу посмотреть. Есть текст на иврите? Еш арбамидотбе нотнецдака. Есть первый тип, который дает сам, но не хочет, чтобы давали другие. Это значит, что он смотрит враждебно на других. Что это значит? Смотрите. Есть такие люди, которые в этом мире, они очень думают только о себе. Они думают только о себе. То есть, и вот человек, он думает только о себе. Он все делает вроде правильно. Да, то есть, ему кажется, что вот если он сам будет вот такой вот выстроить свой мини-мир, то ему будет в этом мини-мире хорошо. Но, но... Есть еще более, более такой способ жизни, который, который помогает человеку более реализовать свои возможности, свой потенциал. Это думать о других. То есть, это выглядит странно. Вот смотрите, в духовном мире все работает наоборот от мира материального. В материальном мире, если у меня есть, допустим, доллар, и у мошеками 40-ка есть доллар. Значит, в материальном мире, вот у меня есть мой доллар, и у него есть его доллар. Если я отдам ему свой доллар, сколько у меня останется? Ноль. А у него сколько будет? Два. То есть, в материальном мире выгодно забирать. Логично? Логично. Теперь посмотрим в духовном мире. У меня есть какая-то идея, какая-то у меня есть идея. Я, Моша, комиссару говорю, Моша, у меня есть идея. Давай, допустим, поможем, там, порталу Ваикра, поможем ему развиваться. Я ему свою идею рассказал. У меня стало меньше от того, что я ему рассказал идею? Не стало. То есть, у меня как была эта идея, так и осталось. Моша, комиссару, мне говорит, да, говорит, я вот как раз когда-то управлял большим сайтом, я знаю, как это делать и так далее, и он мне рассказал, что надо делать. У него стало от этого меньше знаний. Тоже не стало. То есть, получилось, что в духовном мире, когда мы оба поделились друг с другом своими идеями, у нас стало по две идеи у каждого. То есть, в духовном мире все работает наоборот. В материальном мире ты отдал, и у тебя меньше. В духовном мире ты отдал, и у тебя больше. Представляете? Теперь давайте это перенесем, что нам объясняет Мишна. Первое, что тот, кто дает сдаку сам, но хочет, чтобы не давали другие, он делает зло другим. Почему? Он не дает им возможность выполнить заповедь, он не хочет, чтобы они богатели, потому что Бог сказал конкретно, отделяй Моасер для того, чтобы разбогатеть. Когда ты отделяешь десятую часть, и ты ее отдаешь, это приносит тебе богатство. То есть, ты становишься проводником божественной воли, ты становишься проводником благословения на других людей. Так Бог сказал. Представляете? Даешь ты часть другим, и что в этот момент тебе с неба начинает идти благословение. А если ты другим людям говоришь, вы не давайте, я сам буду давать, то ты у них как бы забираешь. Вторая часть, вторая часть. Есть такой тип, который сам не дает, но хочет, чтобы давали другие. Тогда он, тогда он что? Враждебно относится к себе. Как это, что это значит? Смотрите, есть такой здесь закон в духовном мире, работает как сетевой маркетинг, да? Вот почему я очень люблю, я считаю, что для меня главное, главное то, что я делаю, и то, что мне приносит лично мне огромную пользу, это эти уроки Торы. Почему? Потому что я с помощью урока Торы хочу помочь каждому делать правильные действия, служить Богу, получать от Бога награду, улучшать мир и так далее. То есть, в этом моя цель. Представляете, сейчас 140 человек смотрит этот урок. Если каждый сделает сегодня, пускай по одному доллару даст нацдаку, да, кому-то поможет. Значит, я посодействовал 140 людям, выполнить 140 заповедей, и теперь, ну это же отлично, если я даже не дам сам сегодня свой доллар, ну я его не дам, то я помог другим выполнить заповедь, получить много пользы, значит, и мне что-то остается от этого. Но себе сделал хуже, потому что сам не дал. Понятно, да? То есть, есть первый тип, сам дает, но не хочет, чтобы давали другие, делает плохо другим. Теперь, сам не дает, но хочет, чтобы давали другие, делает плохо себе. Третий тип, сам дает и хочет, чтобы давали другие, это называется хасид. Хасид это тот, кто делает больше, чем нужно. Что значит больше, чем нужно? Бог не обязал нас вот так конкретно заниматься исправлением других людей. То есть каждый обязан прежде всего сам лично, у каждого есть личный расчет перед Богом. Но если ты начинаешь думать про других людей, помогать другим людям и так далее, ты выходишь на ступень, как Бог помогает всем, то ты становишься как инструмент в руках Всевышнего. Вот почему, например, есть такой Ник Вуйчич, почему он родился без рук и без ног, но ему Бог дает очень много всего, потому что он женат, у него четверо детей, он миллионер, он реально такой прям очень-очень яркий человек, который очень много в жизни видел, знал, со всеми президентами он общается, все. У него цель выступить и помочь вдохновить 9 миллиардов людей. То есть он прям купил сайт, 9 миллиардов, и у него прям цель, он хочет вдохновлять, помогать. У него у самого, ему тяжело реально, у него нет рук и ног, один палец такой. А он пишет книгу «Жизнь без границ», там он вдохновляет всех. То есть он этим своим одним пальцем не про себя думает, а он этим пальцем думает, как мне вдохновить и помочь другим людям. И в этот момент он становится проводником божественной воли и, естественно, что у него прям сила-сила, силища. Поэтому тот, кто сам дает и он побуждает других давать, дзнаку, деньги, милосердие, делать добрые дела, он называется хасид. А тот, кто сам не дает и тот, кто другим не дает давать, то есть он мешает другим давать, тот злодей. Все, вот четыре типа, которые нам доступны. Теперь дзнака, дзнака. Еще раз давайте теперь технология. Есть технология, вот, есть здесь несколько нюансов таких. Первый нюанс, что можно давать по-разному. Есть 10 типов давания от сдати. Пожалуйста, вот я сейчас прошу Якова Шатадина, чтобы он нашел, или он написал, или нашел. Есть на русском языке «Рамбам», «Рамбам». И там есть 10 типов давания от сдати. Самый, самый такой крутой тип и по уменьшению. Лучше всего, это когда ты не даешь людям деньги, а даешь им работу. Когда ты даешь, возможно, человеку заработать, чтобы он чувствовал себя при этом хорошо, и чтобы он, то есть ты ему создал условия, при которых он зарабатывает. Это самый идеальный вариант давать сдаку, чтобы человек не чувствовал себя при этом неудобно. Потому что брать для человека, ну, не очень приятно и удобно. А так ты ему помог заработать, это высшая форма. И дальше есть еще 9 видов, 9, как бы, по убыванию видов давания от сдати. То есть нам нужно обязательно эти взять, «Рамбам» и эти законы, их опубликовать. Я просто скажу здесь принцип. Когда ты кому-то помогаешь, вот ты помогаешь. Если ты это делаешь именно во имя Небес, во имя Всевышнего, то есть ты говоришь, «Бог мне сказал помогать, я хочу помогать, потому что мне Бог сказал, и мне не надо никакой награды от людей, у меня мои взаимоотношения с Богом». Это высшая форма. Если ты даешь и просишь повесить табличку, повесить табличку, что я дал, человеку, которому ты дал, ты требуешь от него благодарности и славы там и так далее, то ты как будто бы уже обналичил свою табличку. Ты даешь не потому, что Бог сказал тебе давать, не потому, что ты выполняешь заповедь, а ты даешь потому, что хочешь получить почет, уважение, признание, славу, благодарность и так далее. То есть поэтому высшая форма – это дать человеку заработать, чтобы он не чувствовал себя обязанным. Вторая по качеству форма – это давать втайне, чтобы тот, кто получает, не знал, что ты ему даешь, и чтобы он не мог тебя поблагодарить. Я помню, когда я приехал в Израиль изучать Тору, то я приехал вообще без денег, без копейки денег я приехал в Израиль, и у меня была, я учил Тору, у меня была стипендия 300 долларов в месяц. 250 из них мне нужно было отдавать за квартиру, и нечего было кушать, реально нечего было кушать, вот 50 долларов оставалось на еду. Я никогда не жаловался, то есть мне неприятно было просить, брать у людей деньги, я не жаловался, типа у нас все нормально, хотя у нас реально не было даже что кушать. И тогда какой-то человек, кто-то узнал, что у нас нет кушать, и он открыл нам счет в магазине на 200 долларов, он открыл счет, чтобы мы могли брать еду, но я до сих пор не знаю, кто это сделал, потому что мне сказал один там знакомый, что у вас открытый счет в магазине на продукты на 200 долларов в месяц, вы можете брать. И значит, потом я уже, ну я учился, начал обучать Торе, я потом ездил в Америку и находил для тех людей, которые ищут, учат Тору целый день, я находил для них индивидуальных, есть такой закон, как было два брата, два сына у Якова, Исахар и Звулун. Звулун, он ездил, работал, торговал, зарабатывал, Исахар сидел и изучал Тору. И они между собой делили награду за Тору на двоих. Звулун обеспечивал Исахара, а Исахар, значит, он учил Тору и обеспечивал духовную, как бы, вот эту защиту для Звулуна. И я ездил в Америку и находил для тех, кто целый день учат Тору, находил спонсоров из Америки, которые платили 1000 долларов в месяц для того, чтобы мог спокойно сидеть в Рех, учить целый день Тору и духовную свою, свою духовную вот эту вот силу и награду он мог передавать половину тому, кто давал деньги. Это потом я где-то год я ездил и создавал вот эти вот такие пары. Очень, очень мне это нравилось. Хорошо, значит, еще раз, как давать ЗДАКу, у нас будет статья 10 заповедей, но главный принцип я вам сказал, чем меньше ты получаешь здесь благодарности, тем больше тебе этот ЗДАКа остается на небе, духовная от нее сила. Это первый главный принцип. Второй главный принцип, что каждое твое выполнение вот этой заповеди, каждое твое выполнение заповеди ЗДАКа, вот ты дал, то есть Рамбам это так формулирует, лучше дать 100 раз по одной монетке, чем один раз 100 монеток. То есть каждый раз, когда ты даешь, ты физически выполняешь заповедь. И каждый раз в этот момент ты можешь дать денежку и попросить что-то у Бога. Дать денежку и попросить что-то у Бога. Есть специальные такие купот ЗДАКа, такие как коробочки. Ты в нее кладешь ЗДАКа, ЗДАКа и молишься, просишь что-то у Бога. То есть каждое выполнение заповеди, оно тебе приносит изменения на твоем духовном уровне. Третий принцип. Третий принцип это как выбирать кому давать. Значит здесь есть несколько нюансов, которые я лично могу сказать на своем опыте. То есть я стараюсь давать тем людям, которые служат Богу, которые посвящают себя и свою жизнь служению Богу. То есть они обычно живут в очень стесненных условиях. И давая им деньги, ты с одной стороны поддерживаешь бедных, с другой стороны ты поддерживаешь мудрецов, тех, которые служат Богу. Да, дома как раз нужно ложить. Дома, перед молитвой, в середине молитвы, после молитвы, ты кидаешь, кидаешь эти монеточки, дынь, 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 чтобы там 10, 20, 30 раз в день выполняешь эту заповедь, потом собрал эту баночку и отнес кому-нибудь, сказал, передайте тому, кто там учит Тору, передайте тому, кто нуждается, чтобы тот, кто нуждается, тебя не благодарил. Потому что если он тебя будет благодарить, то ты как бы сразу заповедь чуть-чуть себя снял, потому что может ты делаешь из-за благодарности. Понятно, да? Теперь, значит, кому давать? Я стараюсь давать тем, кто учит Тору. И давать не напрямую, чтобы они меня не благодарили или не знали, а давать через кого-то. Это второй принцип. Третий принцип. Есть здесь очень важная вещь. Я научился этому у Рава Ицка Казильбера, моего учителя. Значит, он давал всем. Вот каждый, кто его просил, он давал ему, даже если это был явный обманщик, он ему давал какую-то небольшую денежку. Почему? Он говорит так, что я, вот Бог же всем дает. Бог дает всем, всему миру. Бог всему миру дает, вообще не проверяет. Он ждет, что люди могут в какой-то момент исправиться. Теперь у каждого из нас есть просьба к Богу, и мы все время просим, дай мне больше, дай мне больше, дай мне больше. А почему Бог должен дать тебе больше? То есть Бог каждому дает то, что ему положено. То есть тот результат, который сегодня есть, это то, что каждый из нас сделал своими прошлыми действиями. Теперь ты хочешь больше, и ты говоришь Богу, слушай, ну не смотри на меня, что я делаю мало, дай мне больше. Но когда к тебе подходит человек и говорит, дай мне денежку, ты говоришь, а тебе не положено. Ты кто? Я сейчас тебя проверю по всем показателям. Давай иди работай, сам себе помогай. Та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Если ты говоришь другому, сам себе помогай. А потом ты молишься Богу, говоришь, помоги мне. Какой ответ у тебя внутри уже прошит? Сам себе помогай. Ты не хочешь никому помогать, ты хочешь, чтобы я тебе помогал. То есть вы видите, да, это как-то нарушается принцип вот этой справедливости. Поэтому Раф Зильбер, Захрана Цедик Левраха, он говорил, что надо давать каждому. Чуть-чуть, дай чуть-чуть, улыбнись, помогни, доброе слово, дай совет какой-то, да, но не отказывай. Если ты хочешь, чтобы тебе на небе не отказывали, ты не отказывай. Понятно, да? Это вот я, три принципа, по которым надо давать Заку. И побуждайте других помогать. Побуждайте других помогать, потому что тот, кто побудил другого, сделать заповедь, поучить Тору, дать чуть-чуть денег, помочь кому-то и так далее, то его награда такая же, как того, кто дал. В духовном мире, в духовном мире все как бы удваивается. В материальном мире оно все имеет какую-то вот материальную точку, да? Я дал доллар, у меня не стало. В духовном мире нет. Я дал, у меня осталось. Он дал, у него осталось. То есть, в духовном мире все удваивается. Поэтому, помогайте другим, учить Тору, помогайте другим советам, деньгами и так далее, и у вас меньше не станет. У вас станет в два раза больше. То есть, все, что вы отдали, вы вложили в себя, в депозит на небо. И последнее, что я хочу рассказать, это история про Ротшильда. Когда-то, это было лет сто назад, один из Ротшильдов, который помогал, он там покупал в земле Израиля, много земли, помогал людям заселять землю Израиля. Его спросили, а сколько у вас денег? Он говорит, я вам могу сказать, сколько у меня денег. И он достал книжечку и назвал какую-то сумму, там, крупную, но явно меньше, чем люди думали, что у него есть. И ему, когда сказали, что это не сходится, что у него намного больше, ну, как бы даже просто по предварительным оценкам, он говорит, сколько у меня есть здесь, в этом мире, это, говорит, не мое. Это не мое. Вот здесь у меня записано, сколько я отдал. Сколько я отдал с даки, вот это мое навечно навсегда. То, что я отдал, оно навечно привязалось ко мне. То, что у меня есть, это не мое. Я умру, меня голым похоронят, ничего я с собой не заберу, кроме того, что я успел раздать. И у меня, вот я этот принцип когда-то для себя запомнил, я четко записываю, я точно знаю, сколько я отдал, я не знаю, сколько я заработал, Я не знаю, сколько там у меня есть. Это есть другой закон в Торе, что благословение находится в вещи, спрятанной от глаз. Но я знаю точно, сколько я отдал, потому что только это является моим. Я вам советую для себя этот принцип обдумать и использовать. Давайте повторим три главных вещи. Дздака, то, что ты отдаешь, это твое. Это наоборот, оно больше твое. Как отдавать? Здесь от принципов дздаки, но главное здесь, что чем меньше ты получаешь здесь благодарности, славы, признания и так далее, тем лучше. Третий принцип, давай по чуть-чуть, много. Каждый раз ты выполняешь заповедь дздаки, и каждый раз у тебя появляется на депозите еще возможность что-то попросить у Бога. И третье, будьте добрыми, давай отздаку, не проверяйте. Потому что то, что мы для себя просим, нам не положено. Если ты хочешь получить больше, чем у тебя есть сегодня, то ты хочешь у Бога получить то, что ты сам не заработал. Дайте другим, будьте добрыми к другим людям вокруг себя, и Бог будет добрый к вам. Все. Удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, свои выводы. Напишите свои выводы. Кто хочет помогать порталу Воикра, раввинам, кто хочет распространять уроки, вы можете прямо напрямую обращаться к Якову Шатадину и сказать, я хочу там дать на дздаку 10 долларов, чтобы какой-то раввин там, который дает уроки, какая-то статья, какой-то урок, чтобы его увидело как можно больше людей. И в заслугу этой дздаке я хочу, чтобы и вы там свою молитву говорите, и она усиливается. Вы даете, и вам воздастся. Все. Удачи, успехов. И слава Богу, видите, нас уже 180 человек. С Божьей помощью. Давайте завтра тоже в 10 урок. Доведем сейчас этот урок, чтобы было нас 1000, 10 тысяч, 100 тысяч. И тогда придет Машеах 100%. Учим Тору, выполняем заповеди, и с Божьей помощью мир улучшится. Все. Всем пока. Всем пока. Счастливо. Напишите выводы и поделитесь этим уроком. Счастливо.